Всем привет! Начинаю свой влог. Сегодня у нас будет очень весело, динамично и интересно. Сейчас ко мне приехали родители в гости. Я приготовила для них уже программу. Мы поедем в царскую усадьбу, у нас там будет баня, спа, бассейн. В общем, устроим себе денечек лета. Завтра у нас продолжение программы здоровья. Мы будем ездить... Как ездить? Я записалась, в общем, на всяческие там УЗИ и родители, и себя, потому что у меня уже год болит вот плечевой сустав. Не знаю, что там. Сделаю УЗИ, а потом схожу уже к хирургу-гортопеду, что он мне там посоветует. Либо это мышцы, либо что-то. В общем, надо все это устранять. Итак, я сейчас покажу, что привезли родители. Как обычно, они не с пустыми руками. Капуста, редька, яблоки, картошка, домашние яйца, веник. Будем там париться. Здесь гостиницы для детишек, сладости. Мама тут все им сладует по пакетикам. Рыжики. Помните, мы с вами собирали? Колбаса, сыр, сало и, в общем-то, компотики и квашеная капуста. Заказала тоже домашние пироги. Натуральный морс облепиховый тоже сейчас открою и покажу вам вкуснятину. Так, дети, где вы у меня? Где вы у меня все? Нас ждет крутой день сегодня. Все готовы? Так, у нас здесь румынский пирог с творогом и черной сморозиной сейчас уже нарезала. Вот этот с фаршем из отборной свинины и говядины мы возьмем туда, будем пить с чаем. Едем. Готовы навстречу к лету. Посмотрите, какая у нас погода здесь. Бассейн нам будет в пору. Ну что, мы уже на месте. Давайте я вам все здесь покажу. Сейчас мы в гардеробной. Туалет, телевизор, здесь большая гостиная, там кухня, микроволновка есть, посуда, стаканы. Все принадлежности, что может пригодиться. Здесь у нас травяная комната. Сразу же такой аромат. Зона релакса. Я, кстати, немного похудела. Еще худею. Была 59, стала 55,5. И хочу до 53-51. Вот здесь большой бассейн. Джакузи можно отключать. И здесь джакузи. Места хватает всем. Здесь у нас сауна. Здесь парная. Венечек не взяли. Тут у нас уже папа парится. Ну как, банька, пап? Здесь у нас бочка с ледяной водой. Дергаешь за веревочку и вода холодненькая. Ну и здесь еще одна душевая шампунь. Мы вот уже все есть. Но из дополнительной услуги можно, конечно, тоже как-то иметь чай и еду и все, что угодно. Ну как вам, мальчишки? Классный. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мы уже приехали домой, сейчас ставлю горячее Здесь у меня внизу свинина, картошечка и кабачки И отправляю на час в духовку Проверяем нашу картошечку, наше мясо Все готово Ай, какая вкусняшка Поджарилось все Нам хорошего вечера и приятного аппетита Доброе утро, как и говорила, у нас сегодня день здоровья Мы уже в поликлинике В общем, сейчас будем проходить в зим Мне очень интересно, что у меня будет с моим плечом Я надеюсь, что это просто мышцы, никакой не сустав Потому что много пропускать тренировок Мне, конечно, сейчас очень-очень не хотелось Ну, в общем, ждем, потом скажу Ура! Ничего критичного с суставом у меня нет Потому что боли такие, действительно, я думала, что-то у меня с суставчиком И еще мне рекомендовали МРТ сделать В заключении мне написали Нельзя исключить растяжение сухожилия на достной мышце Как раз вот справа И это уже могут увидеть только как раз на МРТ Что там дальше будет, тоже вам сообщу Ну, а мы едем домой Счастливые, довольные, да? Сейчас хочу рассказать вам о моей находке Без которой я уже не мыслю Я более пяти лет уже не хожу в салоны Не делаю маникюр и педикюр Кто не хочет тратить свое время на походы в салоны Вам такая пилка точно поможет Это пилка Dykeman Wearler S8 У нее здесь несколько насадок с разной абразивностью Сама пилка очень удобная и легко пользоваться Вот у нас фонарик здесь Удерживаем и включаем Здесь у нас два режима Первая скорость И вторая скорость Заряжать можно от сети И зарядное устройство идет уже в комплекте На 180 минут хватает времени работы От влагостойки Можно вот эти роликовые шарики Либо щеточкой убирать Либо сразу же под струей воды промывать Мощный аппарат И даже если что-то, ну, такое застарело и загрубело И вам попадется Не будет такого, что затормозит работу Если вдруг вы что-то там заденете Вдруг одежду или что-то Аппарат сам автоматически выключится Насадки все легко меняются Он не просто немножечко подчищает кожу Он реально убирает огрубевшую кожу Твердые, застаревшие уже мозоли После кожа будет нежная, как у младенца Плюс если регулярно убирать вот эту всю загрубевшую кожу Уже мозоли и натоптыши не проявляются Так, как это было ранее Обязательно в комментариях пишите Ваши любимые средства по уходу за ножками И оставлю ссылочку под видео Проходите, смотрите И пользуйтесь на здоровье Привет! Сейчас я собралась на съемки новогоднего эфира Будем снимать передачу со стилистом, с астрологом Про новогодний выпуск В чем встречать Новый год Год, кого нас ждет Какие опасности, какие сюрпризы Что ждать от следующего года И возьму вас с собой И покажу вам тоже что-нибудь за кадром Здесь приготовила себе тоже пакет Елочку поставить там на стол В общем, поехали со мной Коротко о нашей погоде Дождь, снег, грязь Вот так вот Мы уже в нашей студии готовимся Вот так у нас здесь происходит все за кадром Юлия астролог Каждый год я уже приглашаю Сколько лет мы уже, Юля, вместе? Мне кажется, около 4 точно 4 года, наверное, да Наталья у нас здесь стилист Посмотрите, какую красоту принесла Наталья Будем рассказывать, в чем встречать Новый год Какие цвета, фактуры актуальны Здесь актуальные украшения Моя страшная елочка из дома Сейчас надо ее привести в порядок для фона И новогоднего настроения Сюда поставлю камеру пока Пока у нас мы здесь обличимся Пожалуйста, только не уроните Алексей, видите, без вас никак мы не справляемся Мужчин Сейчас Алексей все протянет Готовы? 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 Ферия просто Ферия Подождите, я сейчас... А, Алексей, нажмите, пожалуйста, мне кнопочку на камере Вот это жмите, чтобы она мне не снимала Пожалуйста, на моей Чего она сейчас у меня будет здесь? Пусть снимает Отсняли передачу Я освободилась уже час назад И вот целый час я сидела в машине Возле студии И просто выставляла Ну это пипец Прям встал у меня здесь на дороге Понимаю, что у меня столько времени Занимает это все И я столько времени провожу в телефоне Всегда так радуюсь, когда приходят мне отчеты Ваше экранное время уменьшилось на 7% Я такая, фух, мои глаза Я вообще стараюсь, когда дома Надевать очки, даже когда я в телефоне Потому что нагрузка все равно есть А у меня очки, если вы помните Я их надеваю как раз для работы за компьютером И когда в телефоне тоже стараюсь статично Если я дома, то надеваю В целом зрение у меня ту-ту-ту-ту хорошее И сколько вот у меня уже года два Я тогда очки эти сделала И оно не меняется Очками я пользуюсь только во время работы Чтобы меньше уставали у меня глаза И последний раз оно у меня было стопроцентное За счет одного глаза И у меня там, если помните, стигматизм был Сейчас мы с вами поедем за посылочкой Я заказывала там всякие мелочи для макияжа А вот полноценное видео Со всеми моими покупками Кстати говоря, за свой счет Потому что сейчас ситуация такая Что бренды, как вы знаете Кто ушел из России Кто перестал вообще уже сотрудничать И таких посылок, как было раньше Их уже нет И поэтому, знаете, я даже рада тому Что я сейчас Раньше я даже не успевала как-то что-то себе купить Пойти сама в магазин и выбрать Мне вообще не было необходимости У меня всегда все было в изобилии Но мне и сейчас, конечно, еще есть Остатков хватит Но, тем не менее, я понимаю Что сейчас мне даже хочется Чего-то попробовать самой Вот купить что-то Работает, не работает И, знаете, ты как раньше Возвращаешься к формату на ютубе Когда мы покупали на свои деньги Говорили потом отзыв Нравится, не нравится В этом что-то есть Я прям даже соскучилась Поэтому еду за посылочкой Покажу вам кое-что И обязательно сниму отдельное видео С моими находками, фаворитами Потому что такие есть И в основном они все бюджетные Доступные Хорошо работают И многим, я думаю, девочкам пригодится Это то, что действительно Покупаешь на свои деньги Пользуешься и кайфуешь от этого И можешь делиться Вот еще раз посмотрите на нашу Серую и унылую погоду Успела только позавтракать Время полтретьего Уже хочется пообедать Быстренько поставлю Отварю мясо Я думаю, что вы заметили Что я похудела В сетях уже все заметили Я делала тоже отдельный пост Что я ем, что я ограничила Здесь тоже вкратце скажу Я просто перестала есть часто свинину Больше стала употреблять мясо птицы Салатики Сладкое, мучное Естественно, все это убираем По чуть-чуть вполне могу себе позволить Просто в ограниченном уже формате Питьевой режим я, кстати, сильно не придерживаюсь Просто как по требованию Ну и тренировки Я как занималась, так и занимаюсь Правда, сейчас у меня пока под вопросом Что у меня с плечевым суставом Поэтому сейчас я вот уже две недели Пока без тренировок Скучно, грустно Но подожду немного Чтобы не навредить И решить, что будем делать дальше Что немаловажно Мясо меньше стало жарить Либо просто в мультиварке На мультиповар ставлю Либо просто отвариваю И даже не солю И вот попробуйте просто отваривать мясо Без соли, без всего Хоть курицу Хоть любое другое И вы почувствуете, что у мяса есть вкус И не обязательно его солить Если хочется сладкое Я вначале просто чай пила Вместе с яблоками Просто очищаю шкурку от яблока Главное, чтобы оно было сладеньким Мне заменяло вот эту привычку Чтобы именно обязательно Что-то там печенье, конфетку съесть Чит-ми у меня тоже есть С детишками недавно мы были В Макдаке И я и буркер И наггетс И кофе И все Да, кстати Кофе по утрам Я перестала пить Каждое утро Потому что у меня однажды Закончилась баночка Месяца три назад Я тут все забывала ее покупать Забывала, забывала А потом поняла, что у меня нет уже Этой тяги и надобности Здесь я себя специально никак не ограничивала Когда, если я хочу где-то в кафе Я, конечно же, кофе себе позволю В общем, нет никаких сильных ограничений Но вес падает Я дотянула себя так Особенно еще после Турции После всего Вот оно наслаивалось У меня вообще это с весны все началось Как в Казань ездила Как к маме часто тоже ездила И там за выходные отъедалась Потом в Турции добавилась В Турции это был, наверное, пик Вот так я дошла до 59 килограмм Немыслимо У меня такого веса не было Тут я всю себя уже просто разбаловала свой организм И часто позволяла всевозможные чипсы, кириешки Что-то там рыбное с пивом и с вином Это вот, знаете, это все вот мой парень Когда мы прям вместе, все Вот такое ощущение, что он меня откармливает Я отъедаюсь Потому что очень много соблазнов Когда мы на расстоянии То мне нет проблем вообще держать нормальный режим питания И я это сразу чувствую на себе Но здесь я поясочек затужила Я просто ограничила все вот это вредное Слишком жареное Мучное Всякие булки, ватрушечки То я любила тоже и по две шармельки шоколадных За раз тоже съедала Если я сейчас и ем сладкой То я его ограничиваю, понимаете? Когда организм постоянно что-то у нас употребляет Он к этому привыкает Привыкает съесть там по две-три шармельки за стакан чая Когда мы начинаем его постепенно ограничивать Он также у нас привыкает У него нет какого-то дефицита Ну прям уж сильно, если тебе хочется Можно съесть это после завтрака, в обед В вечернее время я сладости вообще не употребляю За два часа до сна, если что-то мне хочется, я пью уже только кефир Я завтракаю, обедаю, ужинаю где-то до шести, до семи, например И все, мне потом больше ничего не хочется И вот за месяц я схуднула с 59 до 55 Потом у меня плато, долгое время было И сейчас я продолжаю такое же абсолютно питание У меня мясо, у меня клетчатка Меньше вот просто углеводов всевозможных И сейчас я стала 54 500 То есть сейчас у меня вес еще уменьшился И если вот такими темпами у меня будет мой вес в студенчестве 53-51 килограмм То я буду вообще в целом довольна И так на этом и остановлюсь Мне даже сейчас вот нравится вот это ощущение Когда я чувствую свой плоский животик Не то, как я была, например, в Турции Там на отдыхе постоянно вот эта тяжесть И такое ощущение, что чем больше ты ешь Тем больше тебе хочется Чем меньше ты ешь, тем меньше тебе хочется Всем красивого тела Следите за собой, если вы этого, конечно, хотите Главное, без вреда для своего здоровья Желаю вам новогоднего настроения Всего-всего самого-самого наилучшего И, наверное, уже много наболтала в этом видео Поэтому увидимся с вами в следующем Но, надеюсь, не в следующем году Все-таки в этом году еще увидимся Поэтому целую вас Пока-пока и до новых встреч всем Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки, пишите комментарии В фобоксе мои соцсети Подписывайтесь и будем дружить Пока-пока